Вход на территорию больницы запрещен. Об этом предупреждает огромный баннер на заборе. Карантин. По периметру дежурит ОМОН на улице Недуши. Посетители сюда не пускают. Всем, кто проходит внутрь, потом придется две недели находиться на обсервации. Поэтому съемки из больницы нам предоставили сотрудники госпиталя. На третьем этаже здания сейчас особое лечение получают 18 пациентов с коронавирусом. Среди заболевших есть и дети. Абсолютно все вынуждены постоянно носить респираторы второго уровня защиты. Пациентов лечат противовирусными препаратами, антибиотиками и жаропонижающими средствами. Универсального лекарства от опасного вируса пока не нашли. Врачи всегда на чеку. Но чем это опасно, в любой момент может быть утяжеление, поэтому они требуют наблюдения у нас. На данный момент у нас 300 коек. Из них 270 это для средней степени тяжести и 30 реанимационных. Есть резерв еще для 8 реанимационных коек. Думаю, надеюсь, что это не потребуется. В наличии 23 аппарата ИВЛ закупается примерно сейчас еще столько же. Для того, чтобы организовать моногоспиталь, здание Череповецкой городской больницы перепрофилировали. На это у сотрудников было всего два дня. Прежних пациентов перевели в другие медучреждения города. Пришлось отменить все плановые операции. В особых условиях сейчас находятся и сами медики. Медицинскую помощь пациентам сейчас оказывает 18 человек. Работают они вахтовым методом по 14 дней. Затем их поместят на карантин еще на две недели. Сейчас сотрудники живут в этом же здании, но на первом этаже. Со своими родными и близкими они могут общаться только по телефону. Прежде чем приступить к работе, медики прошли практическое обучение. Как правильно надевать противочумный костюм, как носить защитные маски и как проходить через санитарный пост. Для того, чтобы потоки инфекционный, заразный и чистый не смешивались, организован вот этот санпропускник с душами. То есть в определенном порядке снимаются средства индивидуальной защиты. В определенном порядке сначала очки, затем халат, комбинезон и так далее. После каждого снятия каждого элемента одежды руки дезинфицируются в специальном растворе дезинфицирующем. Все сотрудники обеспечены полностью защитными средствами защиты. Все проходят контроль анализов крови на коронавирус. Первая бригада медиков в круглосуточном стационаре находится уже 10 дней. Они, как и пациенты, сдают анализ на COVID-19. Сегодня пришли первые результаты. Ни у одного из сотрудников медучреждения опасный вирус не выявлен. Татьяна Жданова, Татьяна Кудрявцева. Новости.